Музыка 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 Пыльца 250 грамм Пыльцы стоят 12,90 Это нормально по вашим ценам? Я не покупаю У вас потребления пыльцы как таково нет? Я думаю что нету Я вообще не знаю как Редко когда спрашивают пыльцу или что то еще Другие продукты чего у вас А так Решетки Я видел ты пользуешься металлическими А вот этими всеми пластиками ты не пользуешься Решетками Металлические я один раз купил и забыл А вот Nucleus я смотрю здесь разные Разнобой киллеры Вот маленькие тебе отдал А вот Zegiberger Nucleus В принципе тоже киллер Ну только плагия другая конструкция То есть внутри все то же самое Это не киллер А вот я смотрю пластиковые новые какие-то эти Привет С прошедшим днем рождения Спасибо Вот это я смотрю пластик Это ну EVK И как ты думаешь они это Во-первых рамка пластиковая проблема с пластиковой рамкой То есть они не Вот человек который пластиковую рамку пробовал Пластиковую рамку? Он не будет Я 10 штук купил И сам вот эти пластиковые Простую рамку Простую у вас надо Фотографии я Женьке сбросил Там только и таками начали А тут EVK Представляешь Тут EVK пластиковая полностью Ну можно попробовать Не знаю Ну я смотрю чехлы Кожухас Короче знаешь что я скажу Наверно больше геморроя Больше геморроя Я тоже Пока ты их замнажешь все И там просидишь сколько времени Ну смотри Вон 11 евро стоит А стеклянные А перу 13,90 Получается что он 11,90 стоит Вот это все 11,90 евро А деревянные 13,90 берут Так 16 евро стоит Ну это сам это А еще надо кожух купить Он тоже стоит денег Кожух Вот они снизу кожухи Вот я не знаю Ага А это на Ли тоже Да да А у Михаила А у Михаила Получается что ты их мучаешь Угу Миша спросит Я считаю что это не так Эдик Передай привет кому нибудь Есть Есть пожелание кому нибудь привет передать Всем человекам Что в горбу хорошее Передай Не 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 Та Не 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 Вы решеточку купили, я смотрю? Я хочу немножко что-то... Это что ты? Две рамки можно отделять, ставить, чтобы однодневные яйца А, изолятор взять? Да. Вот и мы его сбастали. Могуть, и вольнуться. Я только загрузил, что машина стоит. Мы идем, рум-рум-рум, а потом я не знаю, короче. Мы хотим в Кирхань сходить... Ну, в Кирхань, и специалист ходит в домопарку и дома. Все, разное домотководство. Изоляторы, бигуди, мисочки. Кому интересно, эти мисочки. Цена 5 евро. 5 евро. 5 евро. 5 евро. 5 евро. НИКОТ. 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 А, это что-то непонятно. Сколько стоит НИКОТ в комплекте? В Волгоград стоит комплект. НИКОТ. 32 евро. 32 евро. 32 евро. Комплект НИКОТ. Это там, по-моему, ну... Ну, тут... НИКОТ. НИКОТ. Тут просто 100 один. Сам 100? Ну, с мисочками же, правильно? Наверно, с мисочками. Наверно, тут... Наверно, 100 один. Сот один. Я понял. Один сотый, да. Шкаф для пыльцы. Шкаф для пыльцы. Шкаф для пыльцы. Шкаф для пыльцы, который стоит 770 евро. Андрей, ты клеточки купил? Андрей, очень много русскоязычных немцев. Клеточки. Это что? Декристаллизатор? Или это... Это сам... Отстойник? Декристаллизатор. Это вот с водяной рубашкой. Ну, водяной рубашкой. Ну, декристаллизатор, правильно? Да, да, да. То есть... Четыре... Четыре... Так. Хорошо. Ну, тут воскотопки. Пулья. Они, видишь, выбирают эти. Я в пыльцеуловителей делаю. Это как раз у нас с немецкой темой обсуждалось сильно. Да. Решетки. Это, получается, донные или... Донные. Одно. То есть несколько надо делать, да? Можно две, можно одну. В зависимости, какое это. Блин, купить что ли? Я вот тоже сейчас испытываю. Смотри, смотри, чистить надо ее. Смотри. А, вот тут именно где штемпель был этот. Можно сделать дно перед литком. Ставить вот так. Вот так. Ну, вот так. Я захожу. А можно сделать вот так. В длину можно одну, можно две. То есть, ну, по желанию. В зависимости от приноса, обильности приноса пыльцы. Что здесь и хорошо, если мы тебе скажем, где есть при... Прикрутить как. Какая цена здесь решетки? 1,50. 1,50 евро, да? 1,50 евро, да? Монжам на 35. Ну, понял. Мы умножим. Мы просто, чтобы люди понимали. Клеточки. А клеточки почем? 10 центов. 10 центов. На мешке цена. 10 центов. На мешке цена. 10 центов? Да, да. На мешке. 10 центов. Вот приборы, маток мельцем. 4,70. Ты пользуешься такими? Я руками быстрее. Я так же. Ну, тут много разного интересного, мелкого. Мелких приспособлений, леточки, прививка. Стоп. Это шляпы, наверное, да? Да, это шляпа. Ну, я делал фото. Изоляторы разные. О, смотри, вот эти прикольные. Смотри, можно разных маток ссувать. Вот это прикольно, прикинь. Ну, можешь такие не покупать, потому что я их купил уже. 4,000. И такие же разные? Вот такие. Именно такие? Да. А я знаю, почему такие? Хочу купить. Для того, чтобы линии различать. Не знаю. Ну, там же здесь желтые. А эти желтые вот. Но мне прислали поляки вот такие. Не, я еще такие. Прикинь, а эти желтые, светлые, красные. Смотри, они разные. Да. Ну, туда будешь бакфаст, а туда будешь карнику тулить. Да, как вариант. Дикольно. Удежда лысоновская. А еще все для его ты взял? Разные. И цены. Цены. Перчатки разные. 48 евро. А ты будешь сейчас готовить эмарию? Да. Да. Я хочу купить демари себе. Вот такой прикольный. У меня люди за демари, знаешь, спрашивали, там какой демарь там. Типа хотят это. Сделай видео обзор демаря там. Знаешь, какого? Ага. Тогда она сказала, цена 50 евро. Вот прикинь. Вот для меня вот человека проще таких 5 типик. По 10 евро? Чем за 51. Я могу потерять, у меня еще 4 останется. Ну да. Как бы я считаю, что эмбимарь это не самая важная часть такая. Ну, спаси. Ну, тем не менее. Так. Вот разные для бочек. А вот. Да. Это когда минуты переливать. Краники разные. Вот краник столько стоит? 25 евро. Смотри, а там сейчас краны дальше будут вообще крутые. Смотри, это. Да, это волна. Проволоку тебе. Для натяжки. Ну, как все стамески. Вот цены. Такие тут, не знаю, на сито 31 евро сито стоит. Проволоку. Проволоку. Подножки? Да. А, я смотрел, да. Ну, знаешь, это для тех, кто в металлобау работал. Подножки. Тоже лысон, да? Да, варежек нету. Я варежки хочу купить. Нет, варежек много. Вот там, где украинские костюмы продают, а там куплю варежки. А у тебя, вот сразу будет первый вопрос. У тебя же бак фастыкарника, который не жалится. Зачем тебе варежки? Когда мести, чтобы скорость, 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 скорость. То есть все для скорости? Темп, темп. А есть такое, люди говорят, что... Ну, представляешь, мы в месяц, в день, допустим, я хотел сказать, в месяц. Короче, мне засезонно примерно смести около 200 кг пчел. Ага. Представляешь, сколько это работает? Да. Я не могу стоять там. Ну, понятно, играться. А еще говорят, что от прополиса аллергия. У тебя нет аллергии? У меня нет аллергии. Нет? Ну, тварички, кстати, для прополиса. Вот от прополиса тоже хорошо. Камники, допустим, пропусили. А вот смотри, есть шпатели. Нет, это не точно. Это все не то. Это не то, что нам надо. Это не то, что нам надо. Это не наш уровень. Нет. Хорошо. Вот, кстати, Венгрия. Кто? Венгрия? А, да. Кёнигин, да? Ну, да. Медагонка стоит 1820 евро. Очень-очень большая. С диаметром бака 125. Это самовертящиеся кассеты. Да, 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 да. Это радиалка. Радиалка. Как у меня. Все жиденько сделано, конечно. Это жиденько, да? По-вашему. Вот сейчас мы подойдем там дальше. Уград за всех ушами до гонки сделан. Но там цена. Но туда же, как сказать, смотри. У Лысыня вот такая вот высота одна. Там 80 килограмм, по-моему, у меня обходит. Ага. Я вас купил. Ветро. Ну, 1000 рублей коров. Ученка. Как мы сейчас, ещё хитом вычленим. Таня, да. Знаешь, как сказать. Ну сделано все, конечно. так ну цена дешевая у на вид она красивая симпатичная да ну симпатичная допустим вот этот взять если вы станете два раза один раз как поступишь у нас ломается тут ладно по стекло маленького ты прикинь какое стекло то есть кима уронила но может треснуть вот этот все как бы еще наш как я считаю для каждого товара есть свой клиент куда-то так все дальше это кремовал когда это прикольная штука из так разобраться из рамку жить и намел но это пленочный ответ аккумулятора да а есть еще точная ворсом сбивает вот это прикольно это интересная идея но это трусить пчел да ну клеуса да 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 что вот реально надо задуматься ну ты подумай а что вот это да и до каких целей уже этого скотопка на ну это воскотопка когда-то на рамке заделаешь и в основном как центрифуга упала чем это и точно воскотопка не для отжима забруса допустим воскотопка центрифуга для забруса то есть крышка ты закрываешь видишь это пара генераторов ага ну я понял кидаем 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 к конструкции а вот отжимает ну я считаю что это все фигня короче ты ее купишь и купишь вот столько не стоит а вот такую линию не хотел бы приобрести полную полный тебе я пришли тебе показать с тобой смотри ножи тут ножи цельные все накладные были тут цельный нож там лучше ножи я не знаю лучше или хуже просто другая конструкция и железо конечно покажешь там подъем если цена какая линия это 12 540 кто-то правильно чуть-чуть мне кажется пожиже сделай сколько стоит ну там тотал написано вот total это полностью линия стоит да целиком целиком вот это от начала до конца вместе с медагонкой да-да-да с шнеком да тут тоже сито насоса надо только нет для меда одного насоса нет и медагонка откачала и там выходит в принципе тоже в целом нормально сделано ну с виду неплохо немецкая мне кажется чуть-чуть помощнее не знаю вот у этой вот чупах у него немецкая а тут лишь как выделано четко что я тут суп мед опять смотри за вкус когда пойдет он что не уйдет ну заброс нет но заброс весь падает шнек не падает но все равно остатки остаются на рамках ну тут пирамиду суда она не уйдет и у всех сделано плоской как буквально как вот так сказать на те ручку бесплатно ухты ручку это станок для распечатка для распечатки да да это то что мы смотрели и да 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 я понял заброс который да лично по рамке вот это воскотопку это уже медагонка но это методами догонки к у этих поняли вы пока да у молдаван что это нафиг не нужно а вот подъемничек это подъемник 25000 я спрашивал на же 25000 монотрактор купить 25 тысяч евро я уже снял его 25 тысяч евро но уже не что он не стоит этих денег финский это финский более радостно да я его Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 DimaTorzok